Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я постоянно взрываюсь от друзей и близких, потом очень переживаю, но в процессе совершенно себя не контролирую. Кто пробовал решать такую задачу или слышал, как решали другие, что помогают, что не помогают. Или помогают хоть немного и ненадолго. Мне сейчас все подойдет. При этом, если судить объективно, я счастливый человек. У меня муж, ребенок, я предприниматель. Правда, иногда бываю в депрессии 3-4 недели, вообще ничего не хочу и даже не встаю скромать. Ну, во-первых, мне кажется, что вопрос поставлен несколько некорректно. Кто пробовал решать такую задачу или слышал, как другие решали, что помогают, что не помогают. Это не совсем корректный вопрос для психолога и психотерапевта, потому что вы обращаетесь именно к нам. Мне кажется, что некорректно и рассматривать то, что с вами происходит, как задачу тоже. Потому что у задачи есть определенное решение, которое эту задачу как бы снимет. И, возможно, это то, чего бы вам хотелось, чтобы эта задача просто перестала быть. Чтобы вы не срывались на друзей и близких. Чтобы вы не были в депрессии по 3-4 недели. И, чтобы могли, что называется, спокойно жить. Да? Вот. То есть вам хочется как-то вот снять эту историю. И поймите правильно, снять эту историю можно. Можно снять эту историю. Но вот какой есть здесь аспект, да? Вы можете снять эту историю. Вы можете снять, так скажем, симптом, да? Через, например, метод НЛП. То есть через НЛП вы можете это сделать. Это не сказать, что вот там, так сказать, очень сложно. Но. Мне кажется, что крайне негуманно подходить к вопросу вашему таким образом. Если вы срываетесь и себя не контролируете, если вы бываете в депрессии по 3-4 недели. Ну, да, это не депрессия, наверное, это скорее депрессивное состояние, потому что депрессия, там, все-таки длительная, вычисна, вычисна такая история. Вот. Я бы не сказал, что вы смогли бы выйти из депрессии после трёх или четырёх недель. Вы вообще не могли бы встать тогда. А так получается, что это не то, что депрессия, это скорее что-то, что можно назвать как депрессивное состояние. Можно назвать это, наверное, как депрессивное состояние. И в этом плане вот как раз всё куда более реально, да, у вас депрессивное состояние. Так вот, и депрессивное состояние, и ваши срывы свидетельствуют о чём? В первую очередь о том, что вы себе что-то подавляете. Вот о чём это в первую очередь свидетельство. Вот нравится вам это или не нравится? Если вы себе что-то подавляете, да, а вы себе вот скорее всего что-то подавляете как раз, то вот отсюда и получаются все ваши проблемы и трудности. Как мне кажется. Вот. А потому что вы бы не срывались, если бы были честны сами с собой на сто процентов. Вы бы не срывались на своих близких и, ну, друзей, вот. Если бы не пытались быть перед ними, там, например, ну, например, правильно, да, если бы не пытались быть с ними той, какой вот они привыкли, может быть вас видеть и так далее. И вы бы не были в депрессии, если бы не подавляли бы себя чем-то. А депрессивное состояние – это следствие именно того, что человек в себе что-то подавляет. И подавляет в себе что-то вот, ну, достаточно серьезно, достаточно сильно подавляет. Вот. Раз у него вот такая реакция, реакция возникает, раз у него такая реакция появляется. Понимаете, да? Вот. Поэтому, в первую очередь вам нужно признать, что, да, может быть вы и счастливы, что у вас есть муж, ребенок, и вы предприниматель. Но очевидно, что это не все, на что вы способны, и очевидно, что есть что-то еще, да, есть что-то еще, что вы себе вот как-то зажимаете. Вот. Очевидно, что есть что-то еще, что вы себе блокируете, может быть, что вы себя запрещаете, что, может быть, вы себя подавляете и так далее. Почему так? Почему так? Почему так? Потому что и ребенок, и ребенок, и муж, и предприниматель – это статус. Статус. Статус – это хорошо. Статус – это вообще прекрасный статус. Это прекрасно. Серьезно. Но, насколько вы в этом всем вовлечены, насколько вы во всем этом счастливы? Вот. В чем главный, как мне кажется, вопрос. Если вы в этой истории счастливы, если у вас с мужем хорошие доверительные отношения, с ребенком хорошие доверительные отношения, в предпринимательстве вы, можно сказать, полностью раскрываетесь, да, как бы, то есть, ну, вот, вы раскрываетесь максимально в предпринимательстве. Вот. Все здорово. Друзья – это люди, которые отражают ваши общие интересы и так далее, и с которыми вы являетесь сами собой и так далее. Но, позамечайте, просто поспрашивайте себя, а не слишком ли много, например, да, я от себя требую, слишком ли много я от себя прощу, вот. Как часто я могу, к примеру, довериться кому-то из, ну, допустим, кому-то из близких, кому-то из людей, которые меня окружают, например, да, которые рядом, рядом. Могу ли я, к примеру, перевозить на них ответственность в той или иной степени за то, чем, например, я, опять же, занимаюсь. Вот. Вот. Могу ли я это сделать? Могу ли я так поступить? Получается ли у меня так сделать? Вот. Вот это вопрос, на который вам нужно ответить, потому что вы производите впечатление человека, который очень сильно, сильно устает. Вот. Вы производите впечатление человека, который очень сильно напряжен. Вот. Вы производите впечатление человека, который измотан, устал. Вот. Вот. Которая чейн хочет отдохнуть. Вот. Такое вы производите впечатление, по крайней мере, на меня со стороны. Да. Вот. Естественно, я понимаю, что могу ошибаться. Вот. Я понимаю, что вот могу быть не прав, не прав. Вот. Но мне кажется, это вот, ну, мне это видится вот в таком формате, что вы слишком к себе требовательны и слишком многого от себя вот хотите. И в этом контексте, вот в контексте того, что вы себя, вы требуете от себя в том числе и счастливой же вероятно быть тоже. Вот. То есть это не просто такая история, что вы счастливы. Вы, как мне кажется, именно требуете быть от себя счастливой. Вот. Понимаете? Вот это, мне кажется, и является тем, что вас подавляет тем, что вас тревожит и тем, что вас мучает. Вот. И на мой взгляд, как бы, способ решения проблемы, конечно же, есть. Но это, в первую очередь, признать, что живете вы вот, ну, несколько, вот, ну, несколько, вот, несколько, несколько, не так. То есть вы, как бы, обманываете себя, скажем так. Наверное, это самое непростое будет для вас, вот. Потому что признать, что я живу не так, как я себя, например, убедила, да. Вот. И начать себе что-то, начать вот в себе что-то менять, это, в общем и целом, требует определенной смелости и поддержки. Вот. Если у вас этой, вот, смелости и поддержки, да, недостаточно, например, вот, то вы, скорее всего, как бы, ну, дадите задний ход здесь. Это, опять же, как бы, ну, не обвинение ни в коем случае, ну, вот, это просто факт. Вот. Понимаете? Эм. То есть я, э-э-э, я, э-эм, в целом вижу, э, вот, наверно, такую, ээм. картину, ну, то есть вот, как мне это видится сейчас вот с точки зрения психологии, с точки зрения вот психотерапии, вот, с точки зрения того, как вот такие проблемы решать, вот. Надеюсь, вам это было понятно, надеюсь, вам это было интересно, надеюсь, вы сделали, сделали те, точнее, для себя определенные выводы, вот, и надеюсь, что вы сформулируете обратную связь, вот, которая и позволит вам начать эту самую работу над собой, вот. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго, значит, прежде чем закончить, хотел бы дать вам небольшое задание. Вот вы говорите, что мою счастье определяет тем, что я замужем, тем, что у меня ребенок, тем, что я предприниматель. Давайте сопоставим, вот, в этих ролях, которые вы озвучили, в роли, например, жены, в роли, например, матери и в роли предпринимателя, как много вы прилагаете усилий? Как много вы себя заставляете в этих ролях? Понимаете, вот, шесть – это не просто слово, что вот, я счастливый, я счастливый еще. Нет, счастье – это, когда человек, данное чувство, что называется, захлестывает, счастье – это возможность отдаваться, отдаваться, ну, наполнению той наполненности, можно сказать. А если вы не отдаетесь, а судя по тому, что вы делаете, и судя по тому, какой задаете вопрос, вы не отдаетесь, то, опять же, возникает, как бы, такой вопрос, а не, не заставляете ли вы себя, вот, эээ, ну, быть счастливым. Вот, поэтому я и, эээ, предлагаю вам, эээ, чтобы увидеть, эээ, увидеть себя и, может быть, эээ, начать что-то менять. Понимаете, да? Вот. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь за помощью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!